так пошла запись друзья мы с вами находимся на территории сада железовых вот это участок номер два это участок номер раз вот если раз покажу сейчас покажу так как здесь они вот эти вот заклеили два номера а новый не новый а другой нарисовать не успели значит заказа на саженцы принимает татьяна александрова на железо моя невестка 8 913 444 3178 лет я по слову сегодняшний наш разговор пройдет про сливы про абрикосы и про черенки даже про персики ну-ка где тут ближние персики про черенки был я вчера у чернобаева буквально выдавил с него обещание полсотни черенков нарежет вот теперь смотрите вот видите персик у железа он привитый с ним брал черенки чем кончилось видите да вот черенки брал брал вот еще пока живо все само по себе удивительно выше уровня забора там оттуда северный ветер вот оттуда вот и он должен был давно замерзнуть последняя зима была 40 градусов но он не замерз другое дело что никто не поливал и он очень маленькие приросты дал но зато заложил море цветочек почек это такое условие выживание деревьев 4 5 месяцев засуха страшные испытания срочно дать плоды срочно дать семена потомство полюбовались на него давайте полюбуемся на совершенно небольшой персик вот который тоже с этого года становится маточником маточным и результате я могу потерять вот вот она видите вот все эти веточки зимой это морозе привиты на манджурский абрикос и вот то что он привитом на русский абрикос без всякого полива а его дала возможность выбросить ну ветки почти метр высотой сережа все это срежет ну дальше выживет и выживет резать он будет ноябрь декабрь какая зима вот ну это за одним из селекций как не укрывал его ни я ни он так никто укрывать не собирается вон примеры абрикосов вот молодой привитый абрикос видите почему он дает такие приросты если у него высота сейчас 3 метра можете не сомневаться у него и корни тоже 3 метров то есть они до воды не достают но чем глубже тем почва как бы сырее то есть выхватило сил дать нормальные приросты и эти веточки тоже пойдут в дело прекрасные привои прекрасные черенки будут для того чтобы их привить вот ну давайте еще походим побродим принципиальная разница мы с вами просто сходим советуемся принципиальная разница видите чернослив это чернослив вот безымянный но уже то что чернослив это уже как бы говорит о том что это уже определенный вид сливы прироста нет вообще и вот получается что именно это слива не смогла урожай был приличный здесь как раз мы под этой сливой стояли я угощал телеканал во главе с кундасевым ведущий вы его знаете по передачам федерального телеканала усадьба вот такой солидный человек ко мне приезжал урожай был приростов нет это последствия засухи еще две сливы вот еще две сливы такие же мощные тоже без приростов то есть черенков я добыть не смогу и тут же рядом смотрите растет абрикос это серафим вот конечно не сказать что но учитывая что он уже не совсем молод вот последний какие просто видите видите вот я начинаю сыграть эти мощные раз два три четыре пять шесть семь там еще маленько восемь девять восемь десять черенков это 20-30 прививок уже для вашего сада друзья то есть вы обратили внимание что как бы ни было плохо какая бы ни была засуха на грани назовем это еще экологической катастрофы абрикосы не страдают урожай был предельный такой предельный что я за 38 лет такой видел впервые вот и вы увидели разницу между абрикосами и сливами абрикосы переносит лучше чем сливы так вот сегодня у меня тело веточки на привой где и взять кстати у нас получилось так мы резали резали дерево калечили до такой степени что она вынуждена возрождаться и опять дало нам переносится вот они вот вот ой дальше ну убирать год еще год да я думаю тут с одной стороны он еще кормит нас вот десяток накрасных веток с другой стороны кто не сфотографирует это дерево скажет да уже или заводни в роду растут вот томаточное дерево да а как людям объяснить ты знаешь ну можно сказать стеренки в этом году срезать и уже брать около двухсот ты в курсе нет гордиться этим будешь около двухсот плодопитомников в интернет-плагодинах на своих сайтах разместили наши фотографии наши вот с этого дерева в том числе когда оно было моложе и здоровее вот вот и у них нет садов они саженцы выращивают я вот этого понять не могу да по большей части мне кажется там не выращивают они просто перепродают так буквально буквально пошел дальше вот значит следующее дерево которое хотел показать это амур мы его также изуродовали страшно изуродовали страшно изуродовали потому что ветки брали 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 и оно начало усыхать но вот если вот эта центральная ветка уже мертвая видите так а следующее за ней вот ниже которая вот это вот да ей тоже не сладко приходится она тоже выглядит очень плохо здесь страшные морозобоины вот они тем не менее вот она кормилица раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять где-то и вот примерно пятнадцать веток длиной до полутора и больше метров вот вот это судьба у нас тема была помните вчера я показывал кино судьба маточных деревьев вот так они выглядят вот и мне это ну потом там дальше дальше есть деревья которые были маточными и которыми скоро исполнится 30 лет почему в какого-то момента они перестают давать длинные ветки вот такие вот еще буквально год-два и мы их оставляем в покое они умудряются выздоравливать они дают нам урожаи но уже таких приростов нет вот посмотрите на это дерево и это никто не поливал ты поливал хоть раз? я тоже и в это дерево никто не поливал но посмотрите что делается ни одного ветки прироста почему мы его не обрезали оно не представляет интереса как маточек потому что это манжурский абрикос а вот это обрезали обрастает обрезали обрастает вот и еще наверное год-два и на пенсию а пенсия это есть такое поверьте трудовая пенсия то есть они будут давать только плоды вот еще одно такое дерево вот тоже так же выглядит вот но по крайней мере я что могу сказать у нас у нас хотя деревья изувечены но мы в лишний раз не вмешиваемся в их жизнь а я расскажу что это значит значит мы не считаем что на дереве есть лишние ветки и обрезаем только на прививку а теперь я только сейчас обратил внимание вот на это дерево вот смотрите кстати до сих пор не сбросила листья черешня настоящая черешня и не сбросила листья именно вот этот абрикос вот а это дар небес а чем отличается дар небес от того же амура смотрите где листья амура давно на земле где его родина правильно в район всекотолинский гор вот а почему на этом зеленые а это Европа а где вегетативный период больше где вот наверное в Европе согласитесь там лета длиннее там теплее и вот результат ему нужно еще приспособиться к нашей Сибири но она уже не молодое она дала несколько отборных урожаев прекрасные плоды ну по нашим меркам середнячок скажем так ну как автомобиль Жигуля рядом с Мерседесом вот но не могу упустить никакую возможность для того чтобы испытать их до конца то есть ну как сказать вот ее еще обратите внимание посадка видели вот она долговечность а где кроется и второе вот эти ветки у него отсохли вот эти слева и справа вот эти ветки у него отсохли если бы я делал здесь рано она была бы в три раза больше и наверное этому дереву пришел конец ему и так не сладко все морозобойных все это жизнь европейцев в Сибири но если вот так вот делать вот сухие ветки вот так отрезать я продляю ему жизнь вот эта ошибка страшная двухсотлетняя страшнейшая растиражированная миллионах сотнях миллионов этих самых книг газет журналов вот это обратите внимание никогда не не отрезайте забудьте когда-то придет пора и целое надо посвятить заседание заседание расширенное заседание академии наук посвященное только хотя бы нескольким ошибкам но хотя бы но это обязательно караул уничтожали деревья своими руками миллионами миллионами вот и даже можете не сослаться на железо который первый сказал караул все наоборот ошибка страшная ошибка смертельная исправляйте ее господа академики исправляйте только вам поверят мне не поверят выговорился итак мы имеем дерево еще с листьями которое еще предстоит приспособиться а как приспособилась ко мне абрикос мичуринский ну честно сказать современные это самая плеяда абрикосов известных полуизвестных сюда относится мичуринский мы идем к нему вот они на самом деле гибриды и у них кровь такое впечатление намешано уже не только папа мама но еще вспоминает бабушку дедушку мичурин плюс атовизма это значит что там есть гены их предков которые жили тысячи лет назад миллионы лет назад вот и вот яркий пример как у меня приспособился абрикос мичуринский сейчас покажу его ему тоже пришлось не сладко я тоже с него брал черенки брал 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 вот он красавчик брал 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 черенки вот он вот и еще буду брать а знаете почему смотрите на это прекрасно просто как и все абрикосы он не был поливаем вот и тем не менее выбросил вот такие приросты вот однажды случилось чудо из чудес оно заключалось в следующем что бог помощь бог помощь да в принципе я уже одно считаем один фильм снял что он это не не но он он вот он 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 Субтитры создавал DimaTorzok